Представьте себе остров где-то в Карибском бассейне. Пальмы, песок, лазурное море. А кругом кипят нешуточные страсти. Здесь плантаторы травят рабов собаками. Здесь восставшие рабы разрубают плантаторов на куски. Здесь калейдоскоп, сменяющий друг друга диктаторов. Здесь магия вуду – это обычный инструмент политической борьбы. Здесь бандитские переделы, так же привычные, как смена погоды. Здесь тираны, расправившись с оппозицией, принимаются убивать черных собак. Добро пожаловать на Гаити. Добрый день, дорогие друзья. Это уроки истории с Тамарой Дариман. Сегодня мы будем говорить про очень страшную историю государства Гаити. Спасибо всем, благодаря кому мы записываем эту лекцию. Я каждый раз произношу эти слова, но каждый раз произношу их абсолютно искренне. Потому что знаю, что главная поддержка исходит от вас. Наши патроны на Патреоне, наши спонсоры на Ютьюбе и те, кто нас поддерживает на платформе Бусти. Большое вам спасибо. Не дайте им нас заткнуть. Вот бы у диктаторов разных маленьких Карибских островов, как, впрочем, и больших материковых государств, был всеведущий советник, который бы мог подсказать, не начиная эту войну, или пришло время проводить реформы, скольких ошибок можно было бы избежать. А ведь хороший совет может пригодиться не только правителям. Всем нам, бывает, нужно обратиться к бизнес-аналитику, маркетологу или даже к психологу. Но стоит это удовольствие недешево. А если нужна не одна консультация, а сильно больше. И здесь на помощь приходит чат GPT. Нейросети могут выступить в роли личного психолога, консультанта, помощника в создании контента, репетитора и просто подкинуть рецепт для готовки. Нужно только уметь правильно спросить. 21 и 22 декабря вы сможете создать своего персонального ассистента на бесплатном двухдневном интенсиве с Артуром Шарифовым, известным блогером, преподавателем по промт-инжинирингу, лауреатом премии «Просветитель Диджитал». На этих уроках вы на практике научитесь создавать личного ИИ-консультанта, который останется с вами, и вы сможете его использовать в своей работе. Артур поможет вам освоить технические аспекты работы с приложениями на чат GPT, научит правильно составлять промпты и настроить вашего ИИ-помощника под ваши потребности. Специальных знаний для этого не нужно. Имея своего всеведущего советника, вы станете более эффективным специалистом, в какой бы сфере вы ни работали. Курс бесплатный, а записаться на него вы сможете по ссылке в описании. Спасибо Артуру Шарифову за поддержку уроков истории с Тамарой Индельман. А вам всем успехов в освоении технологии искусственного интеллекта. Недавно я ездила по Канаде со своими лекциями, жила в отеле. И вот я утром выхожу на завтрак, а там висит большой телевизор, как водится, звука нет, но телевизор работает. Идут новости. И вдруг я вижу, что первой новостью проходит надпись, такое сообщение. Последние граждане Канады уже эвакуированы из Гаити. Я в полной растерянности. Не слышу, что говорит диктор, но я вижу, что людей везут, взволнованная обстановка, на самолет быстро сажают. Я не понимаю, что происходит. Я вроде бы так слежу за политическими новостями. Ничего не слышу про Гаити. Может, там ураган, как бывает на Карибах, землетрясение опять. Непонятно. Я поднимаюсь в номер, начинаю гуглить. И с ужасом понимаю, что Гаити находится в очередной раз в состоянии полного хаоса, что там практически власть перешла в руки мафиозных группировок, которые еще там борются между собой. И явно просто хотят разрушить государство. Тут я понимаю несколько вещей. Во-первых, сколько ужасных событий происходит в мире в разных его частях. И каждый из нас, конечно, сосредоточен на своей части света, на том, что нас больше волнует, что нам ближе. Я слыхала кое-чего про Гаити. Читала комедиантов Грэма Грина. Фильм смотрела с Ричардом Бартоном и Элизабет Тейлор. Про Папу Дока слыхала, конечно. Я вообще латиноамериканских писателей много читала в своей жизни, а они часто вспоминают Гаити. И вдруг я поняла такую вещь. Практически вся история Гаити за последние несколько веков это история ужаса, насилия, крови. Обычно Гаити приводят пример, когда хотят объяснить, что такое фейлд стейт. Государство, которое в принципе не справляется, которое, можно сказать, что не существует. Страна, погруженная в хаос. Удивительно в том, что когда в 1492 году каравеллы Колумба добрались до Гаити, они не знали тогда, что индейцы здесь называли Аити этот остров, они его назвали Испаньола, то первое их ощущение, когда они увидели обнаженных индейцев, еще тогда тоже, никто не знал, что этих людей будут называть индейцами, доброжелательных, встретивших, буйную растительность, то очень много осталось описаний этих мест, как тех земель, где существует еще золотой век. Такое невинное детство человечества, добродушие, прекрасная природа и так далее. Это было явное преувеличение. И далеко не все беды Гаити начались с приходом испанцев. Ясно, что местные жители и раньше не всегда жили мирно, и враждовали между собой, много чего там было. И климат, понятно, что тут были и ураганы, и землетрясения. Просто это не зафиксировано, потому что письменной истории никакой не было. После 1492 года начинается ад, начинается вот просто ад. И в истории острова Гаити, и государства Гаити, можно увидеть несколько кусочков относительного процветания. По иронии судьбы, наверное, самое богатое время в жизни этого острова, это был XVIII век, мы еще сегодня про это поговорим, когда очень богато тут жили, плантаты. Что происходило с рабами на плантациях, об этом тоже еще пойдет речь. И был относительно спокойный кусочек в конце XIX века. До этого, после, вплоть до сегодняшнего дня, вот какой-то беспрерывный, беспрерывный круг насилия жуткого, страшного. Конечно, можно сказать, что вот этот вот ужас, злобу принесли испанцы. Ну, колонизаторы. И вина их огромна. С другой стороны, мы увидим, что тут вообще трудно найти тех, кто не был бы по горло в крови. И те, кто сегодня гордятся своим африканским прошлым и тем, что они вышли из рабства, они тоже много интересного сделали. Тут вообще трудно найти тех, кто не творил бы ужаса. Что здесь происходило? Испанцы построили форт, дали ему прекрасное название Навидадо, Рождество, оставили там небольшой гарнизон, и Колумб уплыл. Когда вернулись корабли в составе второй экспедиции, то форт был разрушен, обитатели этого форта были убиты. Ну, вот они какие, индейцы нехорошие, мы с ними дружить хотели, а они всех поубивали. Мы не знаем подробностей, что делали обитатели форта Навидадо, но нам понятно, как они обращались с местными жителями. Сначала более-менее мирно, а потом их начали заставлять работать и работать в ужасающих условиях. Их с трудом считали за людей или просто не считали за людей, но отсюда последовала реакция. Увы, еще одна вещь. Европейцы принесли европейские болезни, от которых у жителей Америки не было иммунитета, и болезни эти ударили не только по обитателям Гаити, но здесь, так как, может быть, потому что это было одно из самых первых мест, встретивших европейцев, там страшно выжгли эти болезни. Считается, что около 95% обитателей острова, их называли Таино, такое обобщенное название, там, на самом деле, разные были индейские народы, считается, что около 95% погибли. Причем даже не от непосильной работы, кто-то от работы тоже, но большинство от болезней. Остальные спасались кто куда мог, значит, удрали на материк. Это тоже очень сильно повлияет на последующее развитие острова, потому что сюда начнут завозить рабов из Африки, и они составят основное население. Частично смешанное вот с этими древнейшими коренными жителями, частично нет. Испаньола, ну, не очень была интересна какое-то время, потому что, конечно, испанцы хотели золото. Когда Колумб вернулся после первой экспедиции, привез каких-то этих индейцев непонятных, какие-то плоды. Все это, конечно, было очень мило, но где золото, где золото? И дальше начнутся уже экспедиции на материке, когда найдут ацтеков, инков, и основной интерес, конечно, туда переключиться. Но остров все равно интересовал. Во-первых, здесь была плодородная земля, и можно было заводить плантации. Вот тут начнется ужас, потому что главным предметом вывоза в течение нескольких веков здесь будет сахар. Мы когда-то об этом говорили, в лекции, посвященной сладостям, была такая. Сахар требует огромных затрат труда. Очень много людей должны работать на сахарных плантациях, и это очень тяжелая работа. Местных жителей вообще почти не осталось. И вот эта вот идея привозить африканских рабов, она будет с каждым десятилетием, потом с каждым веком казаться все более и более продуктивной. У них лучше был иммунитет, они могли лучше здесь работать. Вплоть до XVIII века большая часть населения острова это были люди не рожденные здесь, а привезенные из Африки. Там такая была смертность, что население чернокожие не воспроизводило себя. Их воспринимали, ну, как такое одноразовое орудие. Привозили, они сколько-то работали в этих ужасающих условиях, в этом жутком климате, на сахарных плантациях. Кому-то повезло, кто-то на кофейнах. На кофейнах полегче было работать. Вымирали сотнями тысячами, привозили новых. Это вот будет реальность Гаити в течение нескольких веков. XVI век это время, когда здесь в Карибском бассейне процветают пираты. И не все они были такие очаровательные, как капитан Джек Воробей. Пиратов было очень много. Были французские, испанские, голландские. Причем очень часто это были каперы, то есть они как бы пираты только для врагов. Они получали удостоверение от своего государства, что они имеют право заниматься пиратским делом. Таким образом, все вот эти государства, соперничавшие в колониях, они поняли, что это очень выгодная ситуация. Вроде бы, там, скажем, французы, англичане не воюют между собой. Или там французы, испанцы иногда воюют, а иногда у них мир. А эти самые пираты, это же не королевский флот, они сами по себе. Ну, извините, на вас напали пираты, мы не виноваты. А на самом деле, конечно, они служили своей стране, что не мешало им грабить, сжечь и делать все то, что делают пираты. Испаньола, Гаити удобная была мишень для пиратов. Во-первых, там было много гавней, где хорошо было бы останавливаться. А во-вторых, пираты, они же не только грабят. Им, например, надо было прийти, остановиться в гавани, починить корабль, поторговать, может быть. Сложилась такая странная ситуация. Несколько было военных крепостей. Вот главный центр в 16 веке был Санто-Доминго. Поселенцы жили в разных местах, на побережье. И очень часто им вообще было выгодно с пиратами торговать. Во-первых, тогда они тебя не будут грабить и сжечь. Они будут к тебе приходить. То есть испанские власти с ужасом обнаружили, что их собственные граждане, переселившиеся сюда, они под шумок торгуют с французскими или с голландскими пиратами. Это им не понравилось. И тогда они решили, что надо своих же поселенцев переселить поближе к крепости. И они начали силком переселять, разрушать уже построенные маленькие городки. Типа мы вас будем защищать, а на самом деле мы вас будем контролировать, чтобы они не торговали с пиратами. Это все делалось очень грубо, насильственно. Те, конечно, не хотели уходить с тех мест, где уже у них дом, плантация. Их переселяли, куча народу погибла, лишилась домов. Ничего не добились. Наоборот, побережье оказалось заброшенным. И тут же и французские пираты, и английские, и голландские быстренько начали себе тут создавать базы. И таким образом, в 16-17 век испаньола, конечно, очень страдает и от набегов пиратов, и от того, что они тут оседают. То есть, с одной стороны, идет вот эта вот ужасающая эксплуатация и остатков местных жителей, и африканских рабов, которых привозят. А с другой стороны, сами европейцы тоже воюют между собой, и происходит много всего жестокого и ужасного. В конце 17 века происходит очень важная тоже для последующей истории вещь, когда западную часть острова испанцы уступают французам. И так, на острове возникает две колонии, французская и испанская. При этом, испанская часть приходит в полный упадок. Испания в конце 17-18 веке уже в упадке, ничего тут особенного не производится, вообще все заброшено. Но вот сегодня испанская часть, это Доминиканская республика. Там тоже все невесело. Мы в лекции о том, как свергали диктаторов, говорили о таком, скажем, симпатичном диктаторе Трухильо, который был в Доминиканской республике, но все-таки там ситуация сегодня немножечко получше, чем на части острова, которая сегодня называется республика Гаити. А в конце 17 века это была французская колония, которую тогда назвали Сан-Доминг. Это вообще был очень лакомый кусочек. Эту часть острова называли самой плодородной территорией во всей Вест-Индии. Называли Антильской жемчужиной. Там действительно просто вот все цвело, все росло. И французы создают тут множество сахарных плантаций. И вот сюда привозят, привозят, привозят рабов из Африки. И плантация начинает невероятно богатеть. Здесь появляются новые города. Здесь строится Порто-Пренс, сегодняшняя столица и много другого. Сюда приезжают переселенцы из Франции, потому что тут можно разбогатеть по-настоящему. Жизнь тут, конечно, не сладкая. В 1749 году основали Порто-Пренс, а в 51-м уже было такое землетрясение, что из всех каменных домов, построенных в городе, уцелел один. Потом, вроде бы, как все наладилось, в 1770-м опять жуткое землетрясение, а за ним еще страшный цунами. Причем сразу погибло 200 человек. Ну, это порядочное число, но не так уж много. Но дальше под развалинами от болезней, которые обязательно возникают в такой ситуации, погибло около 30 тысяч. Город опять восстанавливается, жизнь опять налаживается. К 1780-му году вот эта французская колония Сан-Демег, Гаити, еще тогда, конечно, не употребляли слово Гаити, но, наверное, для простоты буду его использовать. Там производили 40% всего сахара, потреблявшегося в Европе, и 60% всего кофе. Вот этот кусочек острова производил больше сахара, чем все английские колонии в это время. Это, конечно, приносило очень большие деньги. Но при этом это все делалось за счет ужасающих страданий африканских рабов. И была еще одна черта развития, характерная, конечно, не только для Гаити, но и для других мест, но здесь это было прям выражено очень ярко. Мы не знаем точно, сколько чернокожих рабов работало на плантациях. Их очень много привозили, была очень большая смертность, там есть разные оценки. Но вот считается, что в 80-е годы здесь было около полумиллиона рабов, а французское население составляло 32 тысячи. То есть разрыв огромен. и это значит, что они, конечно, это понимали и они, конечно, боялись и поэтому ужесточали отношения к рабам все больше и больше. Тот факт, что здесь очень мало кто был представителем второго поколения, в лучшем случае были те, кого называли «жан-де-куляр», цветные люди, то есть это в основном те, кого потом будут называть «мулатами». То есть это, скорее всего, дети плантатора белого и чернокожей рабыни. И многие из них жили очень даже неплохо. Там было такое понятие, ну, полуофициальное, которое называлось «плассаж», ну, то есть как бы размещение, помещение. Это предполагало сожительство вот плантатора с рабыней или, может быть, со свободной цветной женщиной, такие тоже появлялись. Но, естественно, это не был законный уж совсем брак. Ну, здесь вот в колониях признавался, белых женщин было мало. Это называлось «мариаж де ма гош», то есть «свадьба левой руки». Ну, такая вот, полузаконная. А дети, которые рождались в таких союзах, они были свободными, они могли наследовать собственность. Очень часто отец о них заботился, оставлял им какое-то имущество, землю, давал образование. И это тоже такая вещь, которая потом будет сказываться много раз и, к сожалению, в основном в трагическом плане. Во всяком случае, здесь существует белое меньшинство и существует группа вот этого цветного населения, мулатов. Гаити был островом, где было самое большое, свободное цветное население для всех колоний. Они, конечно, все равно были не равны белым, но они были выше по состоянию, чем рабы на плантациях. И там вот это противоречие тоже было сильным. Все время привозили людей из Африки. Привозили людей с африканскими традициями, с африканскими представлениями. И так начинает формироваться религия, которую сегодня называют словом Вуду, которую все, конечно, слышали. Теоретически Вуду это слово народа Яруба, но на самом деле там были люди самых разных африканских народов. И все это очень сильно перемешивалось. Это очень сильно смешивалось с католической религией. Но и сегодня очень хорошо видно, что население Гаити, они в большинстве считают себя католиками, что совершенно не мешает им проводить вудуистские обряды. В какой-то мере то же самое было и в 18 и в 19 веке. Наверное, может быть, пропорция того внимания, которое уделялось вудуизму и католицизму, наверное, больше был процент вудуистских обрядов. Это, конечно, невероятно интересная социологическая точки зрения ситуация. Вудуизм очень разный. В Бразилии он развивался по одному, на Гаити по-другому, на Мартинике по-третьему. Там очень все разнообразно. Но в целом, значит, есть набор божеств африканских, которые очень сильно смешались с христианскими представлениями. На Гаити верховным божеством считался бог, который назывался Бон-Ди, то есть Бон-Дьё, добрый бог. Очень, мне кажется, такая символическая вещь. Этот добрый бог, он, собственно, ничего не делает. Он сотворил мир, а дальше устранился от него. Он ни во что не вмешивается. Понятно, что если ты в нечеловеческих условиях вкалываешь на плантации, то поверить, что где-то есть милосердный бог, о котором тебе рассказывают миссионеры, что-то очень трудно. А вот есть добрый бог, который позволяет все это. Кроме него существует огромное количество тех, кого называют лоа, это божества, иногда говорят, духи, они там очень разделяются сильно на разные семейства, группы. Об этом можно очень-очень долго говорить. Есть люди, которые умеют вступать с ними в контакт. И, соответственно, если тебе нужна какая-то помощь от богов, то ты обращаешься к этим людям. Есть хунган священник, есть мамбо, это женщина-жрица. Они умеют совершать обряды. Вся суть этих обрядов, конечно, заключается в том, чтобы довести себя до такого экстатического состояния и, соответственно, почувствовать присутствие этих духов рядом с собой и таким образом их почтить и вступить с ними в контакт. Кстати, очень ярко описано в разных книгах Жоржа Амадо на бразильском материале. И очень легко говорить о том, что ах, какая-то дикость, вот они там пляшут, барабаны стучат, напиваются этими танцами, пением, доводят себя до экстаза. Можно сказать о том, что такие экстатические практики были по всему миру. Когда говорят о тех, кто танцует, опьяняет себя и под странную музыку вводит себя в состояние транса, может быть, это жрецы и участники дионисийского культа в Греции, где, в общем, то же самое. Другое дело, что тот культ уже давно отошел в прошлое, а здесь все это сохраняло. Лоа этим богам и духам приносят жертвы, им приносят цветы, им приносят жертвы животных, там, очень все тоже по-разному. Разные лоа требуют разных жертв. Есть хунган и мамба, это такие вот жрец, жрица, священнослужители, которые знают, как совершать обряды, какие приносить жертвы. Есть бокор, это обычно перевод как колдун, маг, то есть вот он тоже вступает в контакт с духами, но он какой-то вот, то, что в Европе назвали бы черной магией, использует. И бокоров боятся. очень часто, скажем, вот эти вот хунганы, ну так сказать, признанные жрицы их не признают, не принимают, говорят, что они что-то не то делают, но они существуют, и к ним тоже обращаются. Богам обращаются, когда хотят узнать будущее, обращаются ради излечения, для помощи, и так далее, и так далее, и тому подобное. В 20 веке было написано очень много исследований, посвященных этому странному, удивительному культу, или культом, вернее. И, конечно, очень многие исследователи связывают популярность всех духов странных с положением рабов, которые вот таким образом, обращаясь к этим духам, ну на какое-то время ощущали себя свободными. А положение их было ужасающим. В конце 17 века Людовик 14 издал так называемый код нуах, черный кодекс, где даже определенные права были даны рабам, или скорее скажем так, что были обязательства возложены на хозяев. Они должны были кормить их, одевать, следить за их благополучием. Ну, под благополучием имелось в виду, наверное, прежде всего обращение в христианскую религию. Ну, понятно, что никто не проверял особенно, что там такое делают хозяева. И тот же самый кодекс разрешал телесные наказания. Ну, и в принципе мы можем сказать, что это не было что-то особенное, потому что телесные наказания были и во Франции, применительно к французам. Телесные наказания в 17-18 веке считались чем-то нормальным. Родители, конечно, пороли детей, в школах учителя. Наказание битье кнутом, плетью. Это было нормой, это было жестоко, ужасно, но это было так. Но при этом то, что здесь творили, это выходило за какие-либо рамки. Мы знаем, что 18 век, скажем, в Европе это время очень жестоких наказаний, когда колесовали, четвертовали, пытали, все верно. Но здесь вот это чернокожее большинство было совершенно во власти плантаторов, и существуют какие-то абсолютно дикие и страшные описания того, что они творили. В начале 19 века секретарь одного из лидеров борьбы за независимость написал следующее. Очевидно, как бы оправдывая жестокости, которые творили уже восставшие, он говорит, а эти плантаторы, разве они не вешали людей, привязав их за ноги, не с головой? Разве не топили нас в мешках? Не распинали людей? Не сжигали живьем? Не раздавливали тяжелым грузом? Разве не заставляли есть фекалии? Разве не сдирали кожу плетьми, а потом этих людей не бросали на съедение червям или зарывали в муравейник? Или привязывали к столбам и оставляли на болотах на съедение комарам? Разве не бросали людей в котлы с кипящим тростниковым соком? Не сажали в бочки, утыканные изнутри шипами и не скатывали их с горы в пропасть? Или просто не бросали их на съедение собакам? И даже если здесь что-то преувеличено, это подтверждается очень многими другими текстами. То есть плантаторы вели себя очень жестоко. И это вот такая странная вещь, что это же их собственность. Это же вот их работники. Ну да, наказать там как-то, но они вообще должны о них заботиться. Плантаторы на юге США, они тоже были жестокими, они тоже были суровыми, они ужасно эксплуатировали своих рабов. Но при этом, скажем, было нормально, что хозяйка плантации, жена хозяина, она приходит в хижины к рабам, она их лечит, она как-то о них заботится. Ну, это их хозяйство, она может быть совсем не супердобрым человеком. Но здесь вот эта вот доставка рабов из Африки, чудно, была настолько дешевой, настолько это было просто, что можно было не думать про это. Ясно, как на это реагировали рабы. Во-первых, они пытались убежать. Ясно, что вернуться обратно в Африку они уже не могли. Хотя ходили слухи, что вот эти духи Лоа могут тебя перенести обратно. Ну, вряд ли кого-то перенесли. Они убегали в горы. Там были целые поселения этих беглых рабов, которые назывались Мороны. И они не только там укрывались, но они еще иногда совершали набеги на плантации. И это в XVIII веке постепенно превращалось в целую проблему. Существует много рассказов, иногда вроде бы вызвали Франсуа Макандаль. Он был однорукий. Говорили, что он работал на плантации до своего бегства, и ему одну руку раздавил пресс. Но он был очень образованным. Вообще, с Макандалем там все непонятно, потому что, судя по тому, что было записано, вот когда его уже поймали, что он говорил по-арабски, и кажется, что когда его там мучили в тюрьме, то он произносил мусульманский символ веры. То есть, очевидно, он был не из Центральной Африки, как большинство рабов, а откуда-то из арабской части, из Северной. Опять же, может быть, это все какие-то выдумки. Он, как считается, очень хорошо умел делать яды. И вот он из трав, росших на Гаите, делал яды и раздавал тайно приходившим к нему рабам, которые их растворяли в воде, в колодцах. Идея была отравить всех плантаторов. И вообще, они довольно успешны, это делали, но, естественно, в конце концов его поймали. Вообще, жестокий век XVIII. Но тут вот колониальная ситуация это все усугубляет. Его публично пытали на площади. Ну, ясно, чтобы другим неповадно было. И потом его сожгли. Но, конечно, сразу постранились рассказы о том, что никто его не сжег, что все видели, как он превратился в некое крылатое существо и улетел. Ну, то есть, вот он тоже стал духом, он стал лоа. И потом будет помогать остальным. Такой была ситуация в тот момент, когда во Франции начинается Великая Французская революция, которая, вообще-то, провозглашает равенство всех людей. А просто он кого имели в виду под людьми. Довольно быстро в Париж приехала делегация мулатов из колонии, образованных вполне, не работавших на плантациях, которые начали добиваться того, чтобы изменили положение, ну, хотя бы мулатов. Национальное собрание в Париже даже выделило несколько мест для представителей колоний. Идет политическая борьба. Эти вот свободные мулаты, они в 1790 году пытаются добиться того, чтобы им гражданские права дали. Не просто не обижали, а вот чтобы они могли голосовать, чтобы их считали такими же французскими гражданами. Это, кстати, одна из тем таких в прекрасном романе Леона Фехтвангера «Мудрость чудака». Это как бы роман про Руссо, но там и про колонии, и про борьбу мулатов. Очень все интересно написано. Одним из этих образованных цветных людей, приехавших в Париж, был человек, которого звали Винсен Ожер. Его отец был белым, мать была свободной цветной, то есть мулаткой, очевидно. И у них была плантация кофе, он получил хорошее образование, у него было достаточно денег. Он совсем не был похож на то, как жители Франции представляли себе дикаря из колонии. И он распробивал вот эту вот мысль о правах для мулатов. И в конце концов эти права были даны. В 1790 году свободному цветному населению было дано право голоса. Но Винсен Ожер возвращается, и дальше, очевидно, он считает, что этого недостаточно. Он просто думает о том, что, а почему бы, собственно, вот этот наш остров, или, по крайней мере, та часть его, которая принадлежит французам, почему бы ему не стать независимым. И он поднимает восстание против французов. Понятно, что сначала французам совершенно не до них, у них свои революции разворачиваются, и кабинцы рвутся к власти, много всего происходит, но сюда посылают войска. И вот очень такая тоже характерная вещь. Эти мулаты, сражавшиеся против французов, во-первых, нам раздавались голоса, что давайте вооружим рабов, и у нас сразу будет большинство огромное. А они этого не хотели, они боялись. И они вообще об отмене рабства не говорили. Они говорили о том, что вот им больше прав, чтобы была независимость, где они бы управляли. Ну и в конце концов они разгромлены, Венсен Ажеппо пытался бежать на испанскую половину острова. Испанцы дали ему гарантии безопасности, а потом обманули, выдали французам, и его, опять же, конечно, публично колесовали, думая таким образом запугать всех остальных. Но наоборот, все произошло совсем не так, как ожидали французы. Прошло совсем немного времени, и 14 августа 1991 года в лесу, который назывался лесом крокодила Буакайман, была проведена мощная вудуистская церемония. Все те, кто там участвовали, вот жрец и жрица, которые ее проводили, они стали такими потом иконами борьбы за сопротивление. Они принесли в жертву богам черную свинью, они провели все ритуалы и призвали чернокожих рабов бороться за свою независимость. И начинается восстание. И это теперь уже не восстание, только элиты мулатов, а это восстание большинства населения острова. И вот здесь сказалось то, что планетаторов совсем чуть-чуть, когда им там из Франции еще пришлют помощь. Сначала это восстание подавлено, но в то же время во Франции там много чего происходит, конвент, революционные войны. Они с одной стороны приглашают свободу, но им очень хотелось сохранить колонию. И поэтому они начинают думать, что надо бы пойти на уступки. И сначала было объявлено о том, что рабы чернокожие будут освобождены, а потом конвент вообще отменил рабство. То есть вообще пошли на очень большие уступки. Но уже слишком много крови пролилось, слишком много было жестокости для того, чтобы можно было договориться. Появляется человек, которого звали Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр, тоже один из героев истории Гаити, который был рабом, которого такая была тоже долгая, печальная история его угнетения. Ему вот к этому моменту было около 50 лет. И он пытался бороться против плантаторов, и сначала он перебежал в испанскую часть, и вроде бы там пользовался поддержкой испанцев. когда он услышал о том, что рабство отменено, он вернулся, он даже получает какие-то посты, он становится чем-то вроде, скажем, чиновника. Не совсем правильно, но, во всяком случае, какую-то роль он играет в глазах французских колонизаторов, но для местных жителей он невероятно популярный человек, так как он до этого уже вел партизанскую борьбу, то у него есть и военная сила, которая за ним идет. И вот какое-то время он вроде бы готов на сотрудничество, а потом опять он думает, мы хотим полной независимости, он начинает бороться за независимость. Нам недостаточно того, чтобы отменили рабство, мы хотим вообще, чтобы вас тут не было. Земля-то все равно плантатор. Происходит то, что, к сожалению, будет повторяться много раз в течение всего XIX века. Тусен Лувертюр стал генерал-губернатором, правителем Гаити от имени француза. Но, во-первых, он понимает, что рабство отменено, а экономика-то на чем будет основываться? Для того, чтобы остров как-то существовал, они должны торговать сахаром и кофе, а это значит, что плантации должны работать. И он ввел для местных жителей обязательную работу на плантации. Им платили, они больше не были рабами, они больше не принадлежали белым плантаторам, работа от этого не стала легче. Это вот будет проблема, с которой очень многие столкнутся. А следующая вещь, это то, что почему-то каждый второй, а может, каждый первый борец за свободу, хотел сказать, на Гаити, но, наверное, не только на Гаити, он, вообще-то очень быстро приходит к мысли о необходимости укрепления собственной власти. И прошло совсем немного лет, и Туссен-Лувертюр уже объявил себя пожизненным генерал-губернатором. Странный пост. Если ты губернатор, тебя назначили французы, а если ты пожизненный, ты от французов не зависишь. А это 1801 год. Это время, когда Франция управляет Наполеоном. Такие штучки совершенно ему не подходят. Что это такое пожизненный губернатор? Ты кто вообще такой? Наполеон очень много сделал для укрепления того, что мы сегодня назовем вертикалью власти. Отправляются войска. Еще неудачное время он выбрал, потому что 1801-1802 год в Европе замирение. Это маленький отрезочек времени в наполеоновских войнах, когда он мог высвободить войска, отправить их туда. Лувертюра захватывают в плен, увозят во Францию, и вскоре он там в тюрьме умирает от воспаления легких. Казалось, опять сопротивление подавлено. Во-первых, Наполеон подумывал о том, что вот это вот решение конвента, отменившее рабство, оно какое-то неправильное. Надо же, чтобы плантации работали. И он отправляет распоряжение во французские колонии, чтобы там, где рабство еще не успели отменить, вот здесь в Сан-Доминго отменили, а на Мартинике нет, вот там оставьте, не надо. Мы, конечно, наследники французской революции, но пусть рабство останется. И считается, что генералу Леклерку, который здесь подавлял все выступления, отправил тайное сообщение, что вообще-то надо потихонечку как-то попробовать возродить рабство. Это было тайное сообщение, но то, что происходило на Мартинике и других французских колониях, слухи-то доходили, и вдруг пошли слухи, французы хотят рабство вернуть, а они все, значит, нас сейчас будут снова угнетать и опять восстанет. Ужасающие условия, там, значит, естественные болезни и тропический климат. Генерал Леклерку умер от желтой лихорадки. Присылают другого генерала, Виконте де Рошамбо, и это имя стало ужасом и до сих пор вспоминается с ужасом на Гаите, потому что вот он все кошмары прежней плантаторской жизни возродил. Он вешал, он топил. Считается, что он 500 человек закопал живыми в землю. В какой-то момент он пригласил на бал жен мулатов свободных и прекрасно их там развлекал, а в полночь сообщил им, что их мужья убиты. Конечно, вот эти вот жестокости опять вызывают следующий ответ. Появляется новый глава восставших, который вызвали Жан-Жак де Салим, и это был человек, совсем не похожий на Тусен ловертюра. Это был человек, который много пережил своей жизни, как любой раб. Он переходил от одного хозяина к другому, с ним очень жестоко обращались. Когда он хотел показать, почему он имеет право жестоко обращаться с белыми, он показывал свою спину, которая вся была в шрамах. И война продолжается с новой жестокостью, а время изменилось. В 803 год Наполеон начинает воевать с Англией снова, ему абсолютно не до колонии. он продает Луизиану как раз в это время американцам. Поддерживать Рошамбон не может. Тем более, что если война с Англией, британский флот контролирует моря. Присылать какие-то там подкрепления, все это очень трудно. И французы все больше и больше проигрывают. 1 января 1804 года Дессалин провозглашает независимое государство. Вот здесь уже появляется название Гаити. И это очень интересная вещь. Дессалин все время подчеркивал африканское происхождение жителей. Но Гаити это было название индейское. То есть он в самую древность опирался на ассоциации с самой древностью. Считается, что он взял французский флаг и вырвал из него, вырезал белую полосу. Потому что белых тут не будет больше. Он говорил, что декларацию независимости надо писать на пергаменте, сделанном из кожи белого человека. Вместо чернильницы использовать череп белого человека. Вместо чернил его кровь и штык вместо пера. Он умел красиво все выстраивать, красиво говорить. Но говорил он и творил жуткие совершенно вещи. По мере того, как восставшие занимали территории, ну а французам просто ничего не оставалось, как уйти уже, происходили ужасающие убийства белого населения. Причем всюду это было примерно по одной схеме. Французские войска ушли, ну и там какие-то где-то кого-то убили, может быть, но немного. Приезжает де Солин в город со своими людьми, он произносит речь, он всем напоминает об ужасающих жестокостях, которые совершили генерал Леклерк и Рошамбон, это правда. А затем он призывает к убийствам всех белых мужчин, женщин, детей. Тех, кто не хочет участвовать в убийствах, он заставляет. Особенно следил за тем, чтобы мулаты в этом участвовали, чтобы они не попробовали потом как-то вот отмыться и сказать, что мы тут были ни при чем. Считается, что было убито около 5000 белых, самых разных, но при этом надо понимать такую вещь. Тут очень легко впасть в какие-то расистские рассуждения, но на самом деле это не было просто вот борьбой черных против белых, хотя Дессалин, конечно, говорил именно так. Странным образом в это время среди французской армии, находившейся на Гаите, было много поляков. Понятно, Потому что поляки верно служили Наполеону, многих из них отправили воевать в колонии. И тут оказалось, что вот эти польские военные, которые сами лишены своей родины, Польша в это время разделена между Россией и Австрией и Пруссией, они сочувствуют коренному населению Гаити, они понимают, что те борются за свободу. Довольно много поляков отказались воевать против восставших и перешли на их сторону. Поэтому вот, когда была эта резня, то поляков не убивали. Дессалин сказал, поляки это белые негры. И их оставили, потом им предложили даже остаться, и считается, что там около 500 человек остались на Гаите, получили гражданство, получили землю, и даже до сих пор есть их потомки, ну, понятно, что они уже 10 раз перемешались с местным населением, но вот встречаются люди, выделяющиеся там более белым цветом кожи, или многие из них это как раз потомки поляков. Вот как удивительно складывается жизнь. Понятно, что Дессалин, естественно, отменил рабство, и была принята конституция, в которой было много интересного. Во-первых, была введена свобода религии. Почему это так важно? Потому что вот все предыдущие, борцы за независимость, они исповедовали католичество. Дессалин будет первым, но далеко не последним, кто будет использовать вудуистские образы, обряды. И когда вводится свобода религии, это значит, что люди могут исповедовать вот эти свои вудуистские культы. Дальше в Конституции написано, что все жители Гаити будут теперь называться черными, чернокожими. Почему? Потому что там, ну, белые плантаторы, понятно, это отдельное, но вот между этими людьми, где было много вот этих вот цветных, мулатов, кто-то был на четверть только чернокожим, и это все считалось, все смотрели, мулаты были элитой. И вот это, опять же, одно из действий против мулатов, и вот этот вот конфликт между мулатами и чернокожими, он будет не менее острым все время, чем конфликт между чернокожими и белыми. А теперь все черные, вы не будете притворяться, что вы, ну, ах, у тебя такая светлая кожа, вы все черные. Белые люди теоретически могли оставаться на Гаити, вопрос, кто этого хотел, но они не могли владеть собственностью, то есть вот эти плантации больше им не принадлежали. И вот здесь было заложено многое из того, что потом будет снова и снова повторяться на Гаити. То есть, во-первых, он ориентировался именно на чернокожие большинство, и вот все эти попытки образованных мулатов, вроде Туссена-Лувертюра и других, объяснять европейцам, а мы не дикари, мы цивилизованные люди. Это все с презрением отвергалось. Наоборот, мы будем опираться вот на наши традиции. Это одна очень важная вещь. Еще много раз к ней будут возвращаться политики на Гаити. Другая вещь, все та же самая. Не может это государство существовать без работы на плантациях. И опять он заставляет людей идти работать на плантации, и они снова думают, а мы что, опять рабы? Белых прогнали, а мы все равно здесь в ужасающих условиях вкалываем. Конечно же, опять он начал усиливать свою власть, окружать себя роскошью и так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов, против него заговор его же помощников, и есть много разных рассказов, иногда совершенно легендарных, о том, как его убили, как его не то побили камнями, не то разорвали на куски. В общем, какие-то жуткие кровавые истории о том, как некая женщина, обезумевшая от жестокостей, которые были совершены с ней и с ее родней, и обожавшая Дессалина, обнаружила его, вот эти разорванные остатки, собрала их в мешок, понесла и похоронила. Единственное, кто в этот момент как-то о нем вспоминала, но потом о нем будут вспоминать очень много. И вот интересно, что Туссен Лувертюр этот образованный, интересный, умеренный, более-менее, его вспоминают, он тоже герой, но он не является народным кумиром. А Дессалин считается, что он стал Лоа, что он стал духом, и в честь него совершают обряды, ему приносят жертвы, гимн Гаити носит его имя. Вот эти все ужасы им совершенные, которые потом разные тоже образованные люди осуждали, они совершенно не испугали никого. Он остался кумиром, наоборот даже. Вот его убили, а после этого он стал вообще уже божеством. Хотя, конечно, его обожествляют не за то, что он делал с белыми, а за то, что он боролся за независимость, все равно, конечно, он совершал ужасающие вещи. Два помощника Дессалина, Кристоф и Петион, они разделили между собой территории, как бы на какое-то время два государства создали. Но очень характерно, Кристоф считал, что тоже надо заставлять работать на плантациях, и его часть процветала. Петион был более либерально настроен, он раздал землю местным жителям, и там совершенно еще было разорение. Но при этом Кристоф объявился через некоторое время Анри первым, а Петион объявил себя пожизненным президентом. Разница невелика. То есть как-то все они приходили вот к этому. Во-первых, так как все-таки вот этот принудительный труд на плантациях очень был тяжелый, все от него пытались спастись, то, соответственно, производство сахара ослабевает. И вот к середине века сахар уже почти не производят. Производят кофе, который не требует таких затрат труда. Там множество столкновений, перипетий, то все земли себе один подчиняет, потом они снова разваливаются. очередной император объявляются, войны. Ну, то есть вот такая вот бурная, хаотическая история. Она, в общем, похожа на истории многих латиноамериканских колоний, освободившихся, где тоже был хаос, где были перевороты. Но здесь, из-за того, что это страшное наследие рабства, ужасающих жестокостей со всех сторон, это как-то еще бурнее, с еще большей жестокостью происходит. К 70-м годам вроде бы наступило такое замирение и успокоение. Начало 20-го века снова какие-то бесконечные перипетии с 1911 по 1915 год. Разные отряды, такие вожди, которые создают свой отряд, ну, сегодня, мы сказали, полевые командиры, которые одного ставят президента, другого борются между собой. Вот с 1915 год одного президента убили, бомбу взорвали, другого отравили, третьего насадили на железную палку ограждения французского посольства, и потом толпа разорвала его на куски. Ну, то есть ужасы какие-то совершенно и происходят. И тут появляется новый политический игрок в лице Соединенных Штатов, который в течение всего 19-го века исповедует знаменитую доктрину президента Монро Америка для американцев. То есть, что американский континент это сфера влияния Соединенных Штатов. Вот Европа пусть сама разбирается, а мы здесь будем разбираться сами. И, конечно, влияние Соединенных Штатов в разных частях Латинской Америки оказывается очень велико, и вмешательство оказывается очень сильным, и подчас достаточно грубым. К 15-му году, во-первых, у Гаити огромный долг перед Соединенными Штатами, и изо всех этих вот бесконечных перипетий долг этот не возвращается. И банкиры все время обращаются, значит, к президенту, что надо что-то делать. С другой стороны, конечно, здесь, ну просто Соединенные Штаты хотят какие-то экономические бонусы получить, хотят торговать, хотят получать кофе здесь, а может быть и сахар потом. А это невозможно. И американские войска занимают Гаити. И формально американская оккупация продлится с 915 по 1934 год, и только президент Рузвельт выведет оттуда войска. Хотя финансы Гаити Америка будет контролировать до 1947 года. И вот этот вот кусочек с 15 по 1934, понятно, что здесь есть свои плюсы и свои минусы. Ну, то есть, с одной стороны, это иностранная оккупация, это возмутительно, это гнусно. Против нее восстания, восстания жестоко подавляются, все ясно. В то же время, ясно, что все-таки они обеспечили некоторую стабильность. Ну, и в частности, вот такое воспоминание о жестоком угнетении местных жителей со стороны американцев, они не заставляли никого работать на плантациях, но они уже в это время думают о том, что это может быть какая-то база для них. И поэтому они местных жителей заставляли строить дороги, что тоже было очень тяжело, и потом заставляли, никого не спрашивали, там буквально врывались дома, выводили людей, отправляли на работы. И все это было очень тяжело. Но в результате на Гаити было построено очень много дорог, которыми продолжают пользоваться. Но, конечно же, они жаждали освободиться от этой оккупации. С 1934 в 1957 год сменится несколько президентов, которые, конечно, отличались своими личностными качествами, своими программами, и можно было бы очень подробно про все это говорить, но очень хорошо видны похожие вещи. Каждый приходит, конечно, с обещаниями улучшить экономическую ситуацию и помочь бедным людям, кто-то даже какие-то программы проводит. Но почему-то каждый президент очень быстро начинает усиливать личную власть, начинает зажимать оппозицию. А оппозиция есть, потому что вообще-то образованные сословия, несмотря на всю эту дикую жестокость и ужасы существования Гаити в течение 19-го, первой половины 20-го века. Но там были люди, получившие образование, там были писатели, там были журналисты, были ученые, там уже была такая элита образованная, которая во многом состояла из мулатов, то, что у них уже была какая-то база, но и не только из мулатов. Эти люди выступают за политические свободы, ну, хотя бы за возможность критиковать президента в газете своей. Закрывается оппозиционная пресса, арестовывают оппозиционеров, скажем, военный переворот, одного президента сняли, другие выборы, приходит следующий, тоже все обещает, обещает, опять все то же самое. Кто-то оттеснял элиту мулатов, потом мулат оказывался президентом, снова, значит, элита немножечко перышки расправляла. Но, в общем, вот эта вот такая совершеннейшая нестабильность и каждый президент стремится усилить свою власть по понятной причине. Уже были образованные группы, хотевшие что-то нового, но институты демократические, конечно, практически не существовали. Они создавались, но были бессильны совершенно. И вот во время всех этих перипетий появляется доктор Франсуа Дювалье, получивший хорошее образование. Он сначала получил диплом врача на Гаите, потом он год учился в университете в Америке, изучал здравоохранение. И это ему очень поможет. Это было еще во времена владычества американцев. А уже во время войны, в 43-м году, США, которые всячески старались поддержать Гаити, Гаити даже формально объявила войну странам Оси. Ну, понятно, что они не участвовали в каких-то боевых действиях. Но Соединенные Штаты в 43-м году начинают кампанию по борьбе с тропическими болезнями, от которых умирало очень много людей. И вот Франсуа Дювалье очень хорошо себя проявил в этой кампании, как хороший врач, как хороший очень организатор, человек, который заботился о людях. Он много очень сделал добра, когда боролся с Тифом и другими болезнями. И вот в этот момент его начинают пациенты любовно называть папа-док. Он обращает на себя внимание, потом он будет какое-то время даже министром здравоохранения, разные другие посты занимает. Уже в конце 40-х, в начале 50-х там политическая борьба разворачивается. Он понимает, что сейчас ему не сдобровать в этой борьбе разных людей за президентство. Он уходит из своих постов, бежит из города в сельскую местность, скрывается какое-то время. И в 56-м году, когда там очередной президент качается, колеблется и непонятно, что будет дальше, то Дювалье еще находясь в подполье даже, он заявляет, что он будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента. А потом там была объявлена амнистия, он смог выйти из подполья еще лучше. Он баллотируется на пост президента. И он говорит вещи, которые очень многим нравятся. Во-первых, он выступает от имени черного большинства. Он все время говорит о том, что мулаты все захватили, не дают возможности нормально чернокожим людям жить. И опять, он, конечно, играет вот на этой вот ноте расовой. Но на самом деле речь-то идет о том, что есть элита, а есть несчастные, бедные, голодные крестьяне, которые в очередной раз думают, вот пришел человек, который будет нас спасать. То, что он там играет на цвете кожи, это, конечно, такая наносная, пропагандистская штука. Но эта пропаганда ведется очень умно. Надо сказать, что в это время в самых разных общинах чернокожих выходцев из Африки развивается течение, которое называется панафриканизм. То есть они все исследуют вот эти свои африканские корни, они все исходят из того, что все выходцы из Африки обладают общей судьбой, общими качествами и должны держаться вместе. На самом деле очень похожие вещи можно найти в разных самых других группах славянофильства, которые тоже почему-то говорят, что все славяне обладают общей судьбой. Это все похожие вещи. Вот выдумывается некая, на мой взгляд, совершенно воображаемая общность. В это же время в разных африканских странах, в основном во французских колониях, развивается движение, которое называется негритюд. Но оно знаменито прежде всего благодаря президенту Сенегала Леополю Доседару Сенгору, который был поэтом, много писал, философствовал о единстве африканской расы, как это называлось, об особенностях африканцев и тех, кто вышел из Африки. Дальше уже говорилось об их превосходстве над белыми. Жан-Поль Сартов, которому, конечно, это очень нравилось, он говорил, это антирасистский расизм. И многие очень интеллектуалы, африканские писатели, поэты, философы рассуждали об этом. И на Гаите тоже негритюд развивался. Был такой литератор Жан-Приз Марс, который очень много тоже об этом говорил и писал. И главная идея его была вот в условиях Гаити не надо доказывать европейцам или там американцам, в общем, белым людям, что мы тоже цивилизованные. Мы не такие, как они. У нас свое наследие. Корни наши в африканской истории и в нашем рабстве. Вот нас сформировало рабство. И отказываться от этого не надо. Он придумал такой термин баваризм, что тоже говорит о том, что он весь погружен, конечно, в европейскую, прежде всего, французскую культуру. Баваризм это от имени мадам Бавари, героини романа Флабера. То есть вот с точки зрения Пресс-Марса, чем страдает чернокожее население, ну, интеллектуалы прежде всего. Мадам Бавари была очень недовольна своим положением, вот этой такой мелкой, мещаночки в провинциальном городе. И она пыталась отречься от этого положения, не понимая, что ее происхождение формирует как раз ее идентичность. И, соответственно, вот это же делают жители Гаити. Они пытаются отказаться от своих корней, чтобы доказать там что-то и стать другими. А это невозможно. Тоже очень распространенная в разных частях мира теория, которая имеет и свои плюсы, и свои минусы. Можно соглашаться, можно спорить. Но, во всяком случае, вот на Франсуа Дювалье это все оказывает очень сильное воздействие. И свою всю кампанию президентскую он строит на том, что он выразитель интересов чернокожих бедняков, что он прекрасно знает Вуду и поддерживает вот все это Вуду как корень, как традиция, то, что невероятно важно. И то, что потомки рабов, это, вот это нас всех сближает. И он становится президентом, намного обогнав своего соперника, а соперником его был богатый, образованный мулат. Чернокожие большинство проголосовало за того, кто показался им их человек. Это, увы, не первый, не последний пример того, как страшный, жуткий тиран приходит к власти демократическим путем. Хотя уже про эти выборы 1957 года говорили, что там было очень много фальсификаций и запугиваний, но, конечно, не так, как будет потом. И Дювалье становится президентом. А дальше он начинает укреплять свою власть. Ну, естественно, он начал с того, что со всех постов выгнал тех, кто поддерживал его соперника на выборах. Это так, для начала. Дальше, понятно, что на Гаити, как в любой такой слабо развитой стране, где там, скажем, суд плохо работает, где есть университет, но тоже это не какая-то мощная вещь, там большую роль играет армия. И действительно, вот все эти предыдущие десятилетия армия кого-то выдвигала, кого-то свергала. Это мощная сила. И это Дювалье Папе Доку совсем не нравится. Он все время проводит чистки в армии. Тут ему еще представляется повод. В 58-м году несколько бывших армейских офицеров, их было все несколько человек, и еще несколько американских наемников, тоже военных, они высадились на Гаити, они собирались свергнуть Папу Дока. Их схватили, арестовали, казнили, и Папа Док использует это для того, чтобы, во-первых, провести жесточайшую чистку в армии и сломить ее, а дальше он начинает создавать собственную опору. И как водится, конечно же, говорится о том, что это будут народные силы, которые будут его защищать. Поэтому эти вот новые жуткие отряды, которые станут символом ужасающей диктатуры Дювалье, они называются милицией. Милиция предполагает, что это народное ополчение. Она еще называется добровольная милиция национальной безопасности. То есть вот такие добровольцы, которые пошли защищать безопасность страны от всяких вторжений. Но вот это все название очень быстро будет забыто, потому что эти страшные отряды будут прославлены печально под названием Тантон Макутов. Тантон Макут это один из тоже духов, в которых верят, что они существуют на Гаити. Это значит дядюшка джутовый мешок. Ну, какой-то гужик страшный с мешком. Он ходит с этим мешком и забирает туда непослушных детей. Здесь все очень характерно. И то, что население это как дети, которых можно наказывать как угодно и делать с ним все, что угодно. И то, что уже с самого начала он начинает играть на этих вудуистских образах. И сейчас мы увидим, как этого будет все больше и больше и больше. Тантон Макуты выглядели вроде бы, ну, как бы ничего особенного. Они были в джинсовых рубашках, в соломенных шляпах. Они же не военные, они добровольная милиция. И в черных очках. Главное их оружие это было мачете. Естественно, у них были и револьверы, и ружья, все что угодно. Но носили они все играло на образы, вполне понятные тем несчастным людям, которых они запугивали, грабили, избивали и убивали. Джинсовая ткань, твердая хлопчатобумажная в принципе ткань, это одежда одного из духов. Духа этого зовут Азака, и это защитник бедняков. Как водится, угнетатели очень любят представлять себя защитниками. Мачете и все, что связано с железом, это атрибуты бога Агуна, пришедшего из народа Яруба Африканского. Это покровитель кузнецов, железо, огонь, вот такое все. Врачей, не забудем, что папа Доку у нас врач. Он отвечает за установление справедливости, но они устанавливали ее так, как они считали нужным, и за политическую власть, то есть это такой вот бог-царь. И они с Мачете тоже оказывались такими царями всего острова. Тантон Макуты несли ответственность только перед самим президентом, никаким органам государственным, ничему они не подчинялись. Они творили все, что хотели. Они побивали людей камнями, они сжигали живьем, они пытали ужасно. Очень часто повешенных развешивали на деревьях, чтобы вот всех запугать. Похищали трупы, и очень быстро пошли слухи о том, что эти трупы оживают. Вот весь этот образ их должен бы вызывать ассоциации с сверхъестественными силами. Слово зомби, столь нам знакомое по множеству фильмов, вообще-то пришло из будунистских представлений. Но это не совсем те вот мертвецы ходячие, как в миллионе разных картин. Они действительно ходят, но главное это то, что зомби это человек, который не находит покоя в загробном мире, потому что главное божество, отвечающее за загробный мир, барон Суббота, барон Самди, не пропустил их туда. Или же Баккор, колдун, черный маг, оживил их и сделал своими рабами. Или же часть души у них украл. В общем, это очень сложные такие запутанные представления о том, как человек даже после смерти становится рабом вот этих мрачных вадуистских духов. В романе у Грэма Грина в Комедиантах там страшная сцена, когда доктор Филиппо, министр, который понимает, что сейчас его арестуют, будут мучить и казнить, он кончает с собой. И когда жена пытается его похоронить, появляются Антон Макуты и, несмотря на протесты присутствующих при этом американцев, они увозят гроб. Никто не знает, куда и зачем они его увозят. И главный герой, от лица, который ведется в повествовании, говорит, кому может мешать покойник, почему не сдави его похоронить. А работающий в его отеле житель Гаити говорит, невежественные люди, они верят в то, что папа док оживляет таких людей. Он ему говорит, а ты во что веришь? И они вежественные человек. То есть он тоже в это верит. Человек, который очень долго времени возглавлял от Антона Макута, которого звали Лакнер Камброн, он, помимо вот всех этих ужасов, которые творились по его приказанию, с его участием, у него еще была своя фирма. Ну, коррупция там была, естественно, невероятная. А вот у него была фирма, которая занималась тем, что она вывозила Гаити донорскую плазму, плазму крови и тела для медицинских исследований. И поэтому, во-первых, людей заставляли сдавать кровь и выкачивали кровь, и трупы вывозили этих убитых, несчастных. У него было прозвище Карибский вампир. Это был его бизнес. Причем бизнес грязный во всех смыслах. Во-первых, кого-то там насильственно кровь изымали, трупы похищали. А во-вторых, это там было очень просто плохо с санитарными условиями. И эта кровь, которая вывозилась, донорская, она была грязная, она была зараженная. Есть такая версия, но я не уверена, что она соответствует, ну, никто не может проверить ее по-настоящему, но высказывались предположения, что где-то в районе 66-го года из Африки приехал человек, который был носителем вируса СПИДа, и дальше вот здесь его кровь была выкачана, непроверена, не очищена, и что вот отсюда началось распространение СПИДа дальше. Не берусь судить, но очень характерно тоже, что и такое тоже рассказывает. И понятно, что это бизнес, он делал деньги, но всем казалось, что это он пьет кровь, что он использует как-то эти трупы. Вот здесь на всем лежала покров черной магии, жуткой причем. К 61-му году в составе отрядов Антона Макутова было в два раза больше человека, чем в армии. То есть он создал свою армию, подчинявшуюся только ему и творившему все, что угодно. Это можно сравнить, очевидно, с опричниками Ивана Грозного. У них была особая одежда, они тоже играли с разными мистическими образами. Но только опричниками 7 лет продолжал, а здесь будет намного больше. И даже после смерти Папы Дока они сохранятся. А дальше вообще начинаются какие-то абсолютно безумные события. В 59-м году у Франсуа Дювалье был обширный инфаркт. Очевидно, у него был передоз инсулина, потому что он был еще и диабетик. И он довольно долго находился в коме. У него врача потом была теория, что после этой комы у него начались какие-то психические сдвиги. Хотя, с другой стороны, то, что он делал до этого, тоже показывает, мягко говоря, не слишком нормального человека. А в то же время любят объяснять все жестокости тиранов паранойей, шизофренией. Конечно, их личности не совсем нормальны. Но при этом они прекрасно умеют продумывать свои действия, вести интриги. Так что это не сумасшествие. В этом безумие есть система. Вот он выходит из комы. Начинается долгий процесс реабилитации. И своим заместителем, который выполняет функции главы государства на это время. Он назначил человека, которому вроде бы вполне доверял. Климан Барбо, тоже один из руководителей, Антон Макутов. А дальше тоже происходит типичнейшая ситуация. Дювалье дал Барбо большие права и тут же стал этого бояться. И тут же стал его подозревать, что тот хочет его свергнуть. Барбо все прекрасно понял и решил не дожидаться, пока его убьет. И вот он попытался похитить детей Дювалье и добиться его свержения. Ничего не вышло. Недолгое время он скрывался. И его ловили. И вот в этот момент вдруг оказалось, что Дювалье не то действительно верит, не то делает вид, что верит, что Климан Барбо, ну, может быть, потому что он Антон Макут, или, может быть, потому что он ему служит, может превращаться в черную собаку. И он приказал убивать всех черных собак, потому что, может быть, это вот его враг. Климан и Барбо нашли, вполне в человеческом виде, и убили. Но вот этот сам факт, какое-то безумие совершенно. Это же не помешало ему дальше продолжать управлять страной, сохранять свою власть. В 1963 году руководитель одного из повстанческих отрядов, таких отрядов было много. Время от времени они уходили на территорию Доминиканской Республики, потом возвращались, были в горах. Вот одного такого руководителя поймали, убили. Он приказал, папа док, отрезать ему голову и положить в лед, и ее принесли ему. Ну, очевидно, он просто хотел, да, полюбоваться, насладиться своей победой. И сразу же пошли слухи, что он общается с этой головой, что он ее приказал ему принести, потому что время от времени он оживлял эту голову и с ней разговаривал. Верил ли сам в это Дювалье, распространял ли он сам эти слухи, или они рождались где-то. Всяк случай, они все время ходили. Он, например, раз в год спал на могиле Де Салина, но очевидно, что вот его жестокость, его твердость впитать. А куда чаще, чем раз в год, он приходил в тюрьмы, где пытали его, врагов, и там была специальная такая дырочка просверлена, он смотрел и наслаждался тем, как пытают людей. И он, конечно, строил свой образ, абсолютно продуманно, как образ барона Субботы, вот этого знаменитого, ну, такого, скажем, духа, отвечающего за царство мертвых. У барона Субботы несколько имен, ну, как у всех этих духов. Иногда его называют барон Самди, это главная вот Суббота. Есть еще очень милые названия, барон Симетьер, то есть барон кладбище, барон Лакуа, барон Крест, очень часто на кладбищах ставят крест, вроде бы, как христианский знак, но и в знак барона Субботы. Барон Криминель, барон преступник, уголовник. Его изображают в высоком черном цилиндре, в черном одеянии, и это один из самых жутких, вызывающих страх, и в то же время один из самых почитаемых духов на Гаите. И мысль о том, что Дювалье, что это и есть барон Суббота, это очень трудно понять. Действительно, к такому рациональному объяснению это не поддается. Но магическое сознание, которое, конечно, очень сильно распространено на Гаите, оно преодолевает такие противоречия, оно не знает рациональных разделений. И представление о том, что Дювалье, барон Суббота, было очень распространено, а барон Суббота может пропустить тебя в царство мертвых, а может тебя сделать зомби. Он может владеть твоим телом и твоей душой, и лучше с ним не ссориться, и надо ему подчиняться, и приносить ему жертвы. А пропаганда этим очень пользовалась. Ну, конечно, нигде прямо не говорилось, что папа Док, это барон Суббота. Но, так как Вуду не просто там не запрещалась, а всячески поддерживалась, и, знаете, с этими образами работали. А параллельно с этим, вот с каждым годом его сравнивали все с более и более какими-то важными мистическими персонажами. Говорили, что папа Док един с Лоа, значит, с духами, с Христом и с Господом Богом. То есть, вообще, он просто Господь Бог. там была построена очень мощная плотина на реке, ГЭС была создана, естественно, которая должна была отдавать электричество всей стране. Правда, экологию вокруг этой реки разрушили ужасающе, там леса все высохли, вырубили, и плотина эта плохо работала. Но, когда она открывалась, то всюду были плакаты развешаны, что только Франсуа Дювалье может победить мощь этой реки. А другой был плакат тоже везде, где Христос стоит с ним, положив ему руку на плечо и говорит, я избрал его. Это не только особенности папы Дока, очень многие диктаторы играют на религиозных чувствах, а церковь-то хотят себе подчинить. С одной стороны, он вроде бы воплощении барона Суббота, значит, все будуисты должны ему подчиняться и бояться его. В то же время его избрал Христос, но он же развивает независимость, корни, использует гаитянские. Поэтому он в начале 60-х изгнал с острова всех епископов иностранного происхождения, сказав, что дело в том, что вот должны быть наши природные. Ну, ясно, что просто эти епископы были в ужасе от того, что происходит. Но вообще в это время в Латинской Америке очень сильное движение церкви такой, которая противостоит диктатуру. И он их изгнал. Его отлучили от церкви. Да, а что ему, если его Христос избрал? Но тоже, вот, увы, все идут на соглашение. Для Ватикана, естественно, было очень важно, чтобы епископы вернулись. И в 66-м году они договорились с Папой Доком. Ватикан будет назначать епископов, но преимущество будет отдаваться местным жителям. А Папа Док будет проверять эти кандидатуры. Формально они сохранили как бы лицо, но они признали право его контролировать церковью. В 61-м году прошли новые президентские выборы. Вот это очень интересно. Он уже тут и дух, и Господь Бог, и кто угодно, и черных собак стреляет. А вот надо провести выборы. Надо всем показать, какой он демократический. Может быть, вы удивитесь, но 100% голосовавших проголосовали за то, чтобы он еще шесть лет оставался президентом. New York Times написала, что Латинская Америка знает много жульнических выборов, но настолько жульнических. Это даже для Латинской Америки очень много. Вскоре после этого Соединенные Штаты приостановили экономическую помощь, а вообще шла огромная экономическая помощь к Аите. Но к этому моменту было ясно, что большая часть этой помощи не просто разворовывается, но, скажем честно, что любая помощь, государственная или от благотворительных организаций, которая идет в развивающиеся страны, там просто закладывается то, что какой-то процент будет украден. В данном случае было украдено практически все, и при этом еще большая часть этой помощи шла на финансирование от Антона Макута. То есть уж совсем. И он только стал от этого говорить, я единственный, кто противостоит американскому империализму. Наверняка это очень многим нравилось. А когда убивают президента Кеннеди, то он говорит, знаете, почему его убили? Я его проклял. Я проклятие на него наложил, вот он и погиб. Начало 60-х, середина 60-х, очень напряженные отношения у Гаити с Америкой. Но опять, вот так же и с Витеканом. Политика, конечно, не самое веселое дело. У Папы Дока, у него еще очень резко портятся отношения с Кубой. И он это подчеркивает всячески. Причем, если сначала коммунистов как-то так терпели, то с конца 60-х их начинают арестовывать, преследовать. То есть он показывает американцам и не только им. Смотрите, я борец против коммунистов. Может, я вам пригожусь? Ну, и его начинают воспринимать, да, сукин сын, но наш сукин сын. И постепенно отношения налаживаются. Хотя, конечно, то, что он делает, все равно вызывает ужас. Но терпит, полезно, никто же не хочет, чтобы Гаити стал второй Кубой. В 64-м году он еще и референдум провел. Диктаторы все очень любят референдумы. Это проявление того, что аргентинский политолог назвал делегативной демократией. То есть они сохраняют формы, якобы, демократические, но при этом подчеркивают, что их народ весь выбрал. А если меня народ выбрал, то, значит, не нужны партии, не нужно разделение властей, вот эти все глупости. Это очень распространенная штука. Знаем мы, много референдумов. Но у Папы Дока тоже все было по-простому. Бюллетени, которые выдавали, где надо было проголосовать, хотите ли вы, чтобы Папы Док был пожизненным президентом. А там заранее было отмечено да, просто даже, чтобы уже и не стараться. Ну, результат оказался, в общем, предсказуемым. И он получил пожизненное президентство. Репрессии шли постоянно. Действительно, очень похоже на опричнину. Это войско, никому, кроме президента, не подчиняющиеся, оно, естественно, упивается собственной безнаказанностью. Конечно, прежде всего удары падают на оппозицию, на тех, кто не успел удрать или спрятаться в иностранном посольстве, вот на священников выступающих, на бизнесменов, которые не хотят платить дань, а дань они Макуты со всех снимают. Но при этом, если какая-то бедная, чернокожая женщина, а вроде бы Дювалье, вот защитник ее, если она что-то не то сказала, если она обругала этих Антон Макутов, то ее точно так же могут и пытать, и убить, и все что угодно. В 1967 году бомбы взорвались около президентского дворца. Кто-то хотел организовать покушение. Тут же удар по армии, и тут пойди разбери по тем, кто действительно был в заговоре или не был, ему надо было армию ломать все время. 19 офицеров было казнено, через несколько дней он выступал, и в публичной речи он зачитал список армейских офицеров, а против вот этих 19 имен, он каждый раз, когда читал имя, говорил, отсутствует, отсутствует, отсутствует. А когда закончил, сказал, а этих всех расстреляли. Ну, то есть, чтобы точно все знали, что происходит. Конечно, все, кто могли, бежали из страны. И это тоже был страшный такой отток. Понятно, что бежали бизнесмены, бежали интеллектуалы, доктора, учителя, то есть те, кто вообще вот эта вот тонкая образованная прослойка, которая хоть что-то делала раньше, они спасались, как могли. При этом, конечно же, формально и Дювалье, и его жена, они занимались благотворительностью, они помогали бедным. В деревнях тоже там была и голодуха, и землю у них отнимали, и куча народу бежала в города. Возникают трущобы вокруг городов, многочисленные, со всеми прелестями трущобной жизни. При этом там целый огромный квартал, вот эта вот мама док, жена его, она открывает торжественно, вот как мы заботимся о людях, тут же туда приходит куча мигрантов из деревни, и это превращается в страшный такой трущобный город. Но это, естественно, мало кого волнует. В 1971 году папа док, Франсуа Дювалье, который был очень нездоровым человеком, страдал от диабета, от сердечных заболеваний, умирает. Кто будет следующим? У него несколько было детей, сын был один, Жан-Клод Дювалье, Бэби-Дог, как его называли. В тот момент ему было 19 лет. Бэби-Дог, он, вообще-то, он не очень рвался к власти. Он уже был совершенно такой развращенный, молодой человек. И он хотел только вести жизнь плейбоя, собственно, что он и будет делать. И там разные силы боролись. Он вообще думал, что, ну, вот пусть мама моя всем управляет, а я буду так, радоваться жизни. Но мама, Симон Дювалье, она вступила в очень острую борьбу с тем самым Люкнером Камброном, который возглавлял Антон Макутов. И он вообще-то хотел, чтобы его выбрали премьер-министром. Вот пусть Жан-Клод у нас будет президентом, мальчишка 19-летний, я буду премьером. Ну, и понятно, что у него бы была вся власть. И она вступила с ним в бешеную борьбу и вытеснила его. Неприятно мне это рассказывать, но он покинул страну, уехал во Флориду и жил там до 2006 года. Спокойненько, думая, что денег он наворовал достаточно, и остальные буря его не касались. А семейство Дювалье сохранило власть. Сначала даже, ну, как водится, маленькие были изменинницы. Кого-то он там выпустил немножечко, чуть-чуть режим смягчили. С Ватиканом он договорился и отказался вот от этого права, который его отец установил, что он будет утверждать епископов. Ну, церковь сразу обрадовалась. При этом все продолжалось. Антон и Макут и остались. Даже там специальный праздник был огромный, устроен в их честь. И они выходили и стреляли по людям, так праздновали. Продолжали всех арестовывать, пытать. Ну, даже сначала как-то вот Бэби-Дог, он чем-то там поинтересовался немножечко, а потом у него дворцы, у него развлечения, машины. Его окружение, там, мамаша и разные советники всем рулят. В 80-м году он женился на женщине по имени Мишель Беннетт. Голодным и совершенно разоренном Гаити на свадьбу его было потрачено 2 миллиона. Какая-то была роскошь совершенно невиданная. И дальше они так и жили. Бесконечные праздненства, Рим-периоды упадка, что-то совершенно невероятное. Правда, Мишель поняла, что свекровь будет ей мешать. И она добилась того, что влияние свекрови упало, и она даже на какое-то время уехала из страны. А вот влияние Мишель и ее семейки, конечно, ясно, что тут каждый клан хочет пограбить. Это влияние все время возрастало. При этом она разъезжала по стране, она встречалась, ну, как полагается, первая леди, с бедными людьми, там где-то деток обнимала, где-то подарки раздавала. Удивительно, мать Тереза приезжала на Гаити и сказала, я не видела нигде, чтобы бедняки так любили первую леди, как они любят Мишель Дювалье. Почему же она не видела всего, что происходило? Или она хотела таким образом добиться чего-то для церкви? Боюсь, что так. При этом Мишель Дювалье была мулаткой, и она происходила из такой вот богатой, старинной семьи. То есть, это как раз те круги, которые отец Дювалье давил, а теперь все хорошо, все радуются, все воруют, все наслаждаются жизнью. Между тем, в 78-м году свиной гриб, международные организации не находят ничего лучше, как потребовать уничтожения всего поголовья свиней на Гаити. Свиноводство была важная часть сельского хозяйства, и это разорило огромное количество фермеров в 80-е годы. Начинается распространение спида, и на Гаити спит, затрагивает огромное количество людей. То есть, вот эта страна голодная, с разваливающейся экономикой, с бушующими болезнями, с совершенно разваленным здравоохранением, с разваленной, но вообще не существующей социальной политикой, и с продолжением репрессивных всех мер со зверствами Тантон Макутов. Это просто ад. В 83-м году на Гаити приезжал папа Римский, Иоанн Павел II, который сказал в своей проповеди, что что-то должно быть сделано, должны быть перемены. И очень многие задумывались над этим, но, очевидно, и раньше задумывались. В 85-м году начинается восстание. В одном городе, в другом, в третьем. Бэби-дог, ну, не такой же он был бэби в это время, но прозвище осталось, он, с одной стороны, уменьшил цены на продовольствие, а дальше, считая, что этого уже достаточно, газеты закрывают, полиция разгоняет всех, сажают, арестовывают, а восстание продолжается, ну, уже настолько люди доведены. В 86-м году президент Рейган, который с большим волнением наблюдал за всем этим, начал давить на Деволье, чтобы он отрекся. Тот очень долго упирался, не хотел, конечно, отказываться от власти. В конце концов, просто стало ясно, что его убьют скоро. И они уехали из страны с женой, причем очень долго было непонятно, где они будут жить, потому что их никто не хотел пускать. Они пытались в разные африканские страны, в Грецию, еще куда-то, их не брали. В конце концов, временное убежище им дала Франция, и тут же начались протесты, начались требования, чтобы они уехали. Его дома обыскали, нашли там драгоценности, невероятные суммы. Тут он еще развелся с женой своей. Мамочка, правда, приехала, с мамочкой они жили. Вроде бы как денег нет, потому что у него, конечно, на швейцарских счетах были миллионы и миллионы, но, считайте, были заморожены. Ну, вроде бы как он так скромненько жил, но никаких попыток чем-то заняться у него не было. Ну, очевидно, он и не умел ничего, хотя он получил сам какое-то образование. Когда его спрашивали, а что он делал, я говорю, я пишу мемуар. Ну, так вот, как это все и проходило. И он судился за свои счета, причем в какой-то момент швейцарский суд разрешил разморозить часть этих денег, хотя ясно же, деньги были украдены у народа. Но швейцарское министерство иностранных дел сказало, нет, извините, мы все равно их блокируем. Но, во всяком случае, он не голодал. То есть, очевидно, после всех его дворцов и перов ему это казалось чуть ли не нищетой, но он жил вполне достаточно, нормально. В начале 2000-х он делал какие-то попытки вернуться в политическую жизнь на Гаити. Но на Гаити продолжались бурные и очень тоже странные события. Какое-то время там был переходный военный совет. Потом были назначены выборы. Там жена такая борьба группировок и опять Антон Макут практически сохранялись. Люди пришли на избирательные участки, а там стали стрелять по тем, кто собирался голосовать. По одним сведениям 30 человек убили, по другим 300. Выборы отменили. Через некоторое время их снова назначили, никто не пришел, потому что просто все боялись. Хаос ужасный. Опять какие-то столкновения разных отрядов, разных политиков. То есть творится просто ужас. В 1990 году на выборах с довольно большим отрывом побеждает человек по имени Жан-Бертван Аристиль. Чья судьба тоже удивительная. Он был в очень бедной семье, религиозный человек. Он был священником. Он много учился и на Гаити, и потом он учился за границей. Был очень хорошо образован. Он не просто служил в церкви, он явно в течение многих лет воспринимал свою деятельность как служение, как заботу о бедняках. И поэтому он был очень популярен. Он критиковал режим Дювалье, поэтому на какое-то время его там от греха подальше отправили служить в церкви в Монреале. Потом он вернулся, он говорил все, что думает, он там организовывал разную помощь беднякам, какие-то общественные объединения. На него несколько раз покушались. Уже в 88 году, во время этого, как раз такого хаотического периода после бегства беби-дока, на его церковь напал отряд Антона Макута во время службы воскресной. Подожгли церковь, там много людей погибло, еще больше было ранено, он сам скрывался. То есть вот он действительно был такой популярный, защитник людей, причем человек, подвергавшийся опасности ради других людей. Его пытались выслать, он уже готов был уехать, а толпы людей не дали ему проехать в аэропорт, все хотели, чтобы он остался. И в 90-м году он побеждает с большим отрывом, очень популярный президент. К этому моменту у него уже конфликт с церковью, он уже снял сан с себя, потом он женится. Человек с бурной историей, но вообще вот, если бы на этом все закончилось, этот бы человек вызывал очень большое уважение. Он становится президентом, через 8 месяцев его свергнут. Но за эти 8 месяцев немного он успел сделать, он пытался как-то сломить влияние армии, но вот, судя по всему, с трудом он успел убежать, иначе бы его убили. И он был сначала в Венесуэле, потом в Америке, а на Гаите его популярность растет, там демонстрации огромные. И в 94-м году президент Клинтон надавил на военных в Гаите, и Арестит вернулся, и снова стал президентом. Потом его еще раз выберут. И дальше произошло вот то же, что было и в 19-м веке. Он начал преследовать оппозицию, он начал укреплять свою деспотическую власть, он начал воровать. То есть вот из такого честного, жертвенного борца за дела бедняков он превратился опять в коррумпированного президента, пытающегося установить диктаторскую власть. Против него уже огромное движение. В 2004-м году он улетает из страны, причем когда уже он покинул страну, то он заявил, что его чуть ли не насильно вывезли американцы в ЦРУ, а так бы он остался. И так это, в общем, по этому поводу много из разных высказываний. Американцы говорят, да я у нас умолял, чтобы мы его увезли. Нет, вы меня вывезли, вы меня похитили. Тут дальше вскрылось, конечно, сколько он украл, и сколько там было нарушений. Но после этого тоже там менялись президенты, а ситуация никак не выравнивалась, потому что политический хаос оставался, ужасное экономическое положение оставалось. И дальше следующий ужасающий удар наносит природа, когда 12 января 2010 года происходит тяжелейшее, огромное, сильнейшее землетрясение. И большая часть городов оказывается просто в руинах. И все какие-то попытки, которые делались в предыдущие годы, когда ну как-то там пусть воровали, пусть строились больницы, школы, все рушится, и разрушены государственные учреждения, и не говорю уж про жилые дома, помещения, в которых находились международные организации. А дальше, естественно, как происходит после таких вещей, начинаются заболевания, потому что, естественно, разрушен водопровод, разрушена канализация. То есть это был страшный, ужасающий удар. это природа. Ну, ясно, что там были плохо построены дома, но самое ужасное было дальше. Это было 14 лет назад. И за прошедшие годы, в общем, мало что изменились. В тот момент, я думаю, что те, кто помнят 2010 год, помнят, какой был огромный подъем, как все хотели помочь. Гигантские деньги были собраны на помощь Гаити. Ну, потому что там действительно там такие были разрушения. Там столько было жертв, там столько было болезней. Дальше, в общем, стали приходить сообщения о том, что ничего не изменилось. Проходит полгода, и какой-то наблюдатель приезжает, он, и говорит, а впечатление, что землетрясение вчера было. По-прежнему все в лагерях беженцев, по-прежнему дома в руинах, по-прежнему тысячи тел лежат под руинами, неразобранными, а значит, это источник инфекции. Проходит год, два, и ситуация продолжается. И, конечно, большая часть денег, выделенных на восстановление, я бы сказала, принципиально большая, почти все деньги, выделенные на восстановление, были украдены. А денег было очень и очень много. И ничего не произошло. Это очень страшно. На этом фоне там опять политические перемены, якобы выборы, президенты, каждый обещает что-то сделать. Ну, в общем, страна все еще не пришла в себя. И вот в этой ситуации, когда государство не работает, институты демократические формировались, пытались создать, и дальше они опять разваливаются, и опять разваливаются. Ясно, что мафия там была всегда. Каждого второго президента, включая этого благородного, благородного Арестида, обвиняли в том, что он наживается на наркоторговле. Но последние годы мафия просто стала брать власть в свои руки. И происходили, ну, с одной стороны, какие-то столкновения группировок, борьба, выстрелы, вот такие вещи. Сегодня они просто осознанно начали нападать на остатки слабеньких государственных учреждений. Там вот много этих мафиозных лидеров, там есть один по прозвищу Барбекю, который просто говорит, а мы вас всех тут разгромим, и это наша будет земля, и все. Осенью 22-го года президент попросил помощи у миротворцев. За это время сменился президент, столько всего вообще поменялось, там, конечно, еще и ураганы, но это как бы как всегда. Миротворцы из Кении приехали только летом 24-го года. Предыдущие миротворцы, когда там были бразильские еще раньше, их потом попросили просто уехать, потому что их обвиняли в воровстве, в убийствах, в пытках. Как там сейчас эти кенийские миротворцы, я не знаю и что происходит. Готовясь к этой лекции, я подписана на рассылку журнала Economist. И я вошла туда и стала посмотреть, а что они пишут про Гаити? Набираю Гаити, а мне ничего не выходит. Ну, какие-то выходят упоминания бессмысленные. Тогда я поменяла, потому что там было, что первыми выходят самые важные статьи. А самые важные статьи это что-то пшик. Я выходит, самые новые статьи. Вот тут мне вышли эти миротворцы. А до этого про Гаити последний раз что-то такое вменяемое писали в 2017 году. То есть ощущение, что эта несчастная страна больше никого не волнует. Что вот все поняли, что это failed state. Все. Махнули на них рукой. Но там живут тысячи и тысячи людей в ужасающих условиях. С невероятным уровнем СПИДа, с невероятным уровнем самых разных заболеваний, с огромным уровнем детской смертности. При том, что рядом на этом же острове Доминиканская республика, тоже возникшая на основании рабства. И еще была вот эта очень слабая испанская колония, бедная. И там был тоже диктатор Трухильо, прямо скажем, далеко не ангел. И там, конечно, бедная страна и нищая. Но она как-то существует. Она все-таки вот развивается. За счет туризма. Хотя бы. Чтобы поехать в республику Гаити, вот если ты не сотрудник какой-нибудь гуманитарной организации, хотя и им там плохо, надо быть очень сильным экстремалом. Знаю одного такого экстремала, который еле ноги оттуда унес. Не потому, что его там убивали и грабили, а потому, что он впал в такую депрессию от того, что увидел, что вообще не знал, что тут дальше делать. Соединенные Штаты заявили, что предполагается, что к 26-му году обстановка наладится, уже пройдут президентские выборы. Но как-то у всех вызывает большое сомнение этот срок. Мне бы очень хотелось закончить на каком-то просвете. Но сегодня этот просвет не виден. И здесь смешались вместе ужасающие традиции жестокости и насилия, слабость институтов, абсолютная беспомощность международного сообщества, которое ничем не может помочь, ничего не может сделать. Мне очень хочется надеяться, что мы еще увидим перемены в этой несчастной стране. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Спасибо всем, кто не оставляет нас в эти тяжелые времена. Вы наша поддержка. Все те, кто подписываются на пожертвования на Патреоне, на Ютюбе, на платформе Бусти, те, кто ставят лайки, те, кто делают репосты. Не дайте им нас заткнуть. Интересно, что вы думаете, есть ли какой-то выход в ситуации, сложившейся на Гаити? Если есть, то какой? Что надо делать? Жду ваших комментариев. Счастливо.